Актуальные вопросы лечения аритмий во время пандемии COVID-19. У меня, правда, слово пандемии смущает? Ну ладно. Аида Эльгизевна Таразиманова. Это первый медицинский институт. Пожалуйста. Большое спасибо, глубоко уважаемый Павел Андреевич, глубоко уважаемые коллеги. В нашей стране уже, ну, фактически, можно сказать, свершилась эта дата полтора года, как объявлена эпидемия новой коронавирусной инфекции. Что же изменилось за эти последние полтора года? Ну, во-первых, конечно, менялось просто наше отношение и, наверное, даже сводка наших новостей. Потому что каждый год, каждый день мы с вами и в вечерних новостях по Центральным каналам видим количество и следим за этим очень интенсивно, конечно, все количество новых случаев коронавируса, которые были зафиксированы в этот день. Еженедельные обзоры Всемирной организации здравоохранения по ситуации в мире происходят. Конечно, за полтора года выпущено большое количество и обновляются рекомендации по лечению и диагностике коронавирусной инфекции во всех странах мира. Вот я считаю, что очень важным событием, конечно, это стало появление новых рекомендаций под эгидой Московского городского научного общества терапевтов и Павел Андреевич Воробьев, в общем, научный редактор этих замечательных рекомендаций. Совершенно поменялся взгляд на патогенез развития коронавирусной инфекции. Потому что если в 2020 году, особенно в феврале, в марте 2020 года, в основном мы все говорили о том, что коронавирусная инфекция поражает органы дыхания, то фактически уже через несколько месяцев всем стало абсолютно очевидно, что несмотря на то, что, конечно, наибольшие изменения происходят именно со стороны органов дыхания, прежде всего со стороны проохолюбочной системы, но наиболее отсроченные осложнения возникают именно при заболевании сречно-сосудистой системой. Поэтому те изменения, которые мы с вами можем увидеть при остром течении коронавирусной инфекции и, конечно, при постковидном синдроме, они фактически затрагивают практически все системы и органы нашего организма. Это изменения в сердце, в сосудах, в головном мозге, в кишечнике, в печени, в почках повсеместно. Ну и, наконец, в нашем арсенале медицинских работников, врачей, появился новый термин, новый синдром, который фактически был описан в 2021 году. Название этого синдрома – постковидный синдром. Разработаны уже новые рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Поэтому, конечно, с одной стороны, лечение и, конечно, профилактика новой коронавирусной инфекции – это очень важные вопросы. Но, безусловно, одним из серьезных задач для современного здравоохранения является, конечно, лечение, осложнение этого синдрома и лечение именно постковидного синдрома. Если мы с вами говорим о том, что наиболее частным проявлением COVID-19 является поражение органов дыхания, но на сегодняшний день абсолютно доказано, что существует очень выраженная воспалительная активность при коронавирусной инфекции, широкий спектр иммунных реакций, к сожалению, большое число тромбоэмболических осложнений, тромботических осложнений, которые приводят, конечно, к полиорганным поражениям. И поэтому анализ факторов, связанных с неблагоприятным течением коронавирусной инфекции, доказывает, что очень важную роль в фактически высокой летальности при этом заболевании играют сочетанные заболевания, коморбидные патологии. И прежде всего, на первый план, конечно, мы с вами будем говорить о патологии сережиссеросудистой системы. Уважаемые коллеги, посмотрите, вот по данным многоцентровых исследований эпидемиологических, фактически по данным всего нашего земного шара, из всех стран, мы с вами отчетливо видим, что примерно 30% наших пациентов, которые госпитализируются с тяжелым течением коронавирусной инфекции, страдают артериальной гипертензией. Более чем у 40% этих пациентов встречается самое разнообразное нарушение сердечного ритма, как наджелудочковое нарушение сердечного ритма, так и жизнеугрожающие тяжелые желудочковые аритмии. В 27% случаев мы можем говорить о различных видах тромбоэболического синдрома и тромбозах. 23% пациентов, конечно, с тяжелым течением коронавирусной инфекции, страдают хронической сердечной недостаточности. И у каждого третьего больного с тяжелым течением коронавирусной инфекции мы диагностируем сахарный диабет. И вот наличие этой тяжелой коморбидной патологии, сочетание двух и даже нескольких факторов риска, конечно, существенно ухудшает прогноз наших пациентов и зачастую приводит, к сожалению, к развитию витального исхода. Каково же влияние сердечно-сосудистой патологии на исходы коронавирусной инфекции? И есть ли определенные механизмы, патописиологические механизмы, которые помогают нам понять вот те критические изменения, которые происходят в сосудистой стенке? Ну, я могу сказать, что вот сочетание какого-то заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности вместе с появлением коронавирусной инфекции фактически приводит к формированию такого порочного круга, где, с одной стороны, конечно, развитие ковида у этих пациентов значительно увеличивает риск острого коронарного синдрома, тромбозов и, прежде всего, конечно, нарушения сердечного ритма. И, с другой стороны, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы само по себе ассоциировано с высоким уровнем смертности. И если мы с вами вспомним те высокие цифры летальности, которые были в начале 2000 года в нашей стране и в других странах, в Китайской Республике в самом начале пандемии коронавирусной инфекции, то фактически зачастую назначение противовирусных препаратов где-то даже было таким шагом большим отчаянием, потому что на сегодняшний день значительно пересмотрена тактика введения пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие лекарственные препараты, которые применялись еще в 2020 году, на сегодняшний день уже не входят в последние рекомендации. Я говорю о гидроксихлорохине и препаратах из этой группы. Но и, тем не менее, некоторые противовирусные препараты, к сожалению, которые используются для лечения коронавирусной инфекции непосредственно противовирусным эффектом, могут иметь нежелательные эффекты, я имею в виду изменение пульсурижающего компонента или нарушение проводимости проводящей системы сердца в отношении именно сердечно-созуистой системы. Поэтому пристальное внимание за этими пациентами и очень осторожная тактика их введения, осторожная именно с точки зрения назначения различных препаратов, конечно, должна быть очень серьезной. Какие клинические последствия коронавирусная инфекция оказывает на сердечно-сосудистую систему? Ну, глубоко уважаемый Павел Андреевич уже прекрасно поднял вопрос о постковидном синдроме. Абсолютно верно, что при постковидном синдроме много случаев мы видим обращения по поводу высоких цифр артериального давления. К сожалению, есть пациенты, у которых наоборот ярко выраженная гипотония. Из-за чего происходят такие сосудистые изменения? Ну, прежде всего, это связано с достаточно сильной дисфункцией эндотелия, которая происходит в момент острой фазы коронавирусной инфекции. И вот развитие такого генерализованного повреждения эндотелия и появления эндотелиальной дисфункции, оно как раз способствует развитию тромбов и на уровне даже капиллярного русла формирования таких очень небольших, незначительных тромбов. В то же время цитокиновый шторм и очень выраженное воспаление с высокой лихорадкой, которое присуще как раз тяжелому течению коронавирусной инфекции, длительное воспаление в организме приводит к генерализованному к агулопатии. И вот именно сосудистые расстройства, которые возникают в острой фазе заболевания, дают достаточно длительный такой вот клинический хвост в течение тех осложнений коронавирусной инфекции, которые мы видим со стороны органов сердечно-сосудистой системы. Какие возникают чаще всего осложнения? Ну, во-первых, дебют новых заболеваний, которых до развития коронавирусной инфекции у нашего пациента не было. Впервые выявлены артериальная гипертензия, впервые выявлены хроническая сердечная недостаточность и даже впервые выявлены сахарный диабет с высокими значениями глюкозы. Если у нашего пациента уже был диагноз артериальной гипертензии или были какие-то нарушения сердечного ритма, то после тяжелой стадии коронавирусной инфекции, к сожалению, мы констатируем, что течение этих заболеваний значительно усугубляется. Увеличивается сердечно-сосудистый риск вплоть до экстремального. И у пациентов с достаточно низким и умеренным риском мы можем наблюдать достаточно большое количество новых факторов риска, которые появились после коронавирусной инфекции и в период постковидного синдрома. И, к сожалению, формирование действительно новых сердечно-сосудистых событий. И поэтому, конечно, знание всех последствий и понимание механизмов патогенеза развития постковидного синдрома и острого течения коронавирусной инфекции на сосудистый компонент, я думаю, что, конечно, должно помочь нам справиться с этой достаточно большой бедой и выбрать грамотную тактику ведения наших пациентов, которая, конечно, безусловно, улучшит их качество жизни и, конечно, их прогноз. Сегодня, уважаемые коллеги, я хотела бы затронуть больше тему, конечно, нарушения сердечного ритма, проводимости, нарушения аритмии при коронавирусной инфекции и в более позднем сроке, когда мы говорим о развитии нарушения сердечного ритма у пациентов с постковидным синдромом. Ну, почему эта тема является достаточно актуальной? Дело в том, что распространенность аритмии во время острого течения ковида и в постковидном синдроме чрезвычайно высока. И варьирует примерно от 7% пациентов при легком течении заболевания, то есть когда мы не госпитализируем пациента, мы наблюдаем его амбулаторно и фактически, ну, можем полностью быть уверены в том, что у него нет признаков тяжелой гипоксии, признаков дыхательной недостаточности. И до 44% наших пациентов, которые находятся в стационаре, которые находятся в отделении, к сожалению, реанимации, могут иметь тяжелые, жизнеопасные нарушения сердечного ритма. Поэтому этот процент, конечно, аритмии очень высокий при данном заболевании, при коронавирусной инфекции. Какие наиболее распространенные нарушения сердечного ритма мы с вами можем диагностировать при коронавирусной инфекции? Конечно, это самая частая синусовая тихокардия возникает у всех пациентов при высокой лихорадке и высоком уровне воспалительных цитокин, при достаточно выраженном воспалении. У пациентов с постковидным синдромом достаточно часто наблюдается постдуральная ортостатическая тихокардия. Очень часто она присутствует у тех пациентов, у которых мы видим гипотонию. При перемене положения туловища эти пациенты начинают испытывать очень выраженное, тяжелое для них сердцебиение. И фактически принципы терапии до настоящего времени они фактически являются предметом многих дискуссий, как лечить и как правильно вести пациента с постдуральной ортостатической тихокардии. В большинстве случаев в момент острого течения коронавирусной инфекции и после выписки из стационара при постковидном синдроме у пациентов возникает либо впервые возникший пароксизм фибрилляции предсердия, то есть появляется новый диагноз пароксизмальная форма фибрилляции предсердия. И если эпизоды аритмии уже были, до появления коронавируса, к сожалению, в момент появления лихорадки, в момент развития высокого воспалительного такого ответа, мы видим, что достаточно часто у этих пациентов возникают повторы приступов аритмии. И вот на нашей кафедре уже полтора года, к сожалению, наша клиника оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, вся наша клиника находится фактически на выделении красной зоны. И мы при сравнении 2021 года, 2020 года, 2019 года отчетливо видим, что количество пароксизмной фибрилляции предсердия в стационаре значительно возрастает. И, конечно, связываем это прежде всего за счет того, что все наши пациенты с апреля 2020 года, которые госпитализированы к нам, это больные с коронавирусной инфекцией. Часто достаточно мы видим желудочковую экстрасистолию, и, к сожалению, усугубляется появление желудочковых аритмий при появлении тяжелой дыхательной недостаточности. Снижение сатурации кислорода менее 90, к сожалению, значительно повышает риск развития желудочковой экстрасистолии и желудочковой техкардии, которая, конечно, является очень жизнеугрожающим нарушением сердечного ритма для наших пациентов. Каковы основные механизмы развития аритмий при коронавирусной инфекции? Ну, прежде всего, конечно, это нарушение метаболизма и тяжелая гипоксия, которая возникает у пациентов с достаточно распространенной пневмонией вирусной. Это наличие гипокалиемии, генез, который связан непосредственно с потенциальным воздействием вирусов на ренинном геотезинолистероновую систему, поэтому всем пациентам, которые поступают к нам в стационар в биохимическом анализе крови, мы обязательно определяем уровень калия, потому что зачастую действительно наличие тяжелой гипокалиемии может провоцировать и пароксизм фибрилляции предсердия, и желудочковую аритмию. В ряде случаев, и процент этот достигает примерно 10-12% пациентов, это развитие, к сожалению, вирусного миокардита, который мы видим, который достаточно долго у этого пациента, даже после выписки, мы с большинством пациентов поддерживаем достаточно долгий контакт, и развитие вирусного миокардита имеет достаточно отдаленные, к сожалению, последствия. И вот одним из таких – это появление и длительное, в общем-то, удержание вот этих вот наджелудочковых тахикардии, фибрилляции предсердия или желудочковых нарушений сердечного ритма. Ну и, наконец, одним из возможных тоже механизмов развития аритмии является кардиотоксичность некоторых противовирусных препаратов, но на сегодняшний день, конечно, эти противовирусные препараты, в общем-то, уже не рекомендованы для лечения коронавирусной инфекции, поэтому мы можем говорить о том, что вот четвертый механизм на сегодняшний день – это достаточно уже редкая ситуация, которая редко диагностируется у наших пациентов. Ну, каких-то специальных рекомендаций по лечению аритмии и каких-то новых лекарственных препаратов, антиаритмических лекарственных препаратов, на сегодняшний день, конечно, нет. Все эти лекарственные препараты, которые мы используем могущественно для лечения нарушений сердечного ритма, конечно, мы их используем и у пациентов с коронавирусной инфекцией, обсуждается только дозы, обсуждается кратность назначения, Лечение тех лекарственных препаратов и сочетание некоторых пульсурежающих антиаритмических препаратов при их совместном лечении. Поэтому лечение нарушения сердечного ритма во время пандемии коронавирусной инфекции у пациентов с острым течением коронавирусной инфекции, оно проводится исходя из общих клинических рекомендаций. Но мы всегда, конечно, обращаем внимание на те лекарственные препараты, которые назначаются ему для лечения в стационаре именно по поводу основного заболевания, то есть коронавируса. К наиболее распространенным нарушениям сердечного ритма, имеющим определенный, конечно, высокий риск развития тромбоэмболии, относится, конечно, к фибрилляции предсердия. Если мы с вами будем говорить о наших пациентах, которые госпитализированы в стационар, то это наиболее распространенное нарушение сердечного ритма при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Ну, по последним рекомендациям Европейского общества кардиологов в 2020 году, которое вышло, мы с вами четко знаем статистику этого нарушения сердечного ритма. Статистика, к сожалению, печальная, что у каждого пациента в возрасте старше 55 лет, у одного больного из троих, к сожалению, может диагностироваться, ну, та или иная форма фибрилляции предсердия. И какие основные рекомендации Европейского общества кардиологов и наше российское общество кардиологов фактически может нам дать для лечения фибрилляции предсердия, ну, в том числе у пациентов, у которых есть коронавирусная инфекция. Это три основных направления, три основных таких кита, звена, которые фактически, ну, полноценно обеспечивают и профилактику тромботических осложнений, и, конечно, профилактику развития тяжелого синдрома хронической сердечной недостаточности, если аритмия достаточно длительно персистирует у нашего пациента. Все пациенты с фибрилляцией предсердия, и особенно, если у пациента мы диагностировали коронавирусную инфекцию или постковидный синдром, обязательно должны получать антикоагулянтную терапию. Для уменьшения симптомов аритмии, если пациент очень остро ощущает это нарушение сердечного ритма, если у него возник новый пароксизм, конечно, должны использоваться препараты антиаритмические, это либо бета-адреноблокаторы, либо антиаритмические препараты первого С-класса или третьего класса, именно для оккупирования пароксизма фибрилляции предсердия. Ну и, конечно, третье направление в лечении – это непосредственно лечение коморбидной патологии, но в нашем случае, если мы говорим о лечении пациента с коронавирусной инфекцией в острой стадии, это, конечно, достаточно полное и быстрое оккупирование воспалительного синдрома, поэтому фактически назначение всех тех препаратов, которые так или иначе могут улучшить и снизить его уровень воспаления, воспалительного ответа. Ну, антикоагулянтная терапия показана всем абсолютно пациентам в острой фазе коронавирусной инфекции, у которых возникла фибрилляция предсердия или была она в анамнезе, должна назначаться абсолютно всем без исключения. И, конечно, мы пишем обязательно и считаем количество риск, высокий риск тромбоэмболических осложнений по шкале ЧАР-2-ВАСК. Безусловно, мы будем с вами оценивать риск развития кровотечения по шкале ХАС-БЛЭД, но, тем не менее, фактически абсолютным показанием для назначения антикоагулянтов, вообще все пациенты с коронавирусом в настоящее время должны их получать, да? А если у пациента мы диагностируем фибрилляцию предсердия, то антикоагулянтная терапия, конечно, безусловно, должна проводиться. Каким образом мы с вами можем купировать пароксизм и фибрилляцию предсердия? Ну, все зависит от состояния нашего пациента и его самочувствия. Если у пациента мы видим падение цифры артериального давления в момент появления пароксизма, аритмия, если пациент имеет нестабильную гемодинамику, то единственный, конечно, метод восстановления ритма остается электрическая кардиоверсия. У пациентов со стабильной гемодинамикой фактически наш выбор будет складываться при оценке основного заболевания сердца, который есть у него или же, может быть, у него отсутствует. Если у пациента произошел просто впервые выявленный пароксизм и фибрилляция предсердия, по данным эхокардиографии мы не находим тяжелой гипертрофии левого желудочка, у него нет тяжелого органического поражения миокарда, нет инфаркта миокарда в анамнезе, то таким пациентам очень хорошо использовать антиаритмические препараты первого С-класса. В нашей стране в основном, конечно, это препарат пропофенон, который может использоваться как для внутривенного введения и быстрого восстановления синусового ритма, так и прием нагрузочной дозы пропофенона при приеме таблетированных препаратов. Если у пациента есть признаки хронической сердечной недостаточности, тяжелой гипертрофии левого желудочка, если мы с вами видим, что наш пациент страдает ишемической болезнью сердца, перенес инфаркт миокарда, конечно, единственным препаратом для оккупирования аритмии в данном случае у нас будет являться внутривенное введение аммиударона. Какие дозы мы можем использовать и какие дозы должны назначаться для пациента, в том числе в стационаре, если мы говорим о остром течении коронавирусной инфекции? Доза аммиударона рассчитывается из расчета 5 мг на килограмм веса, вводится аммиударон внутривенно капельно, длительно, в течение примерно не менее 60 минут. Пропофенон, его дозировка составляет 2 мг на килограмм массы тела и вводится фактически медленно, струйно, примерно в течение 10 минут внутривенное введение пропофенона. Или же, если мы говорим о приеме нагрузочной дозы таблетированного препарата, она должна составлять 600 мг, однократно сразу принять. Противопоказания для назначения нагрузочной дозы пропофенона или же внутривенного введения абсолютно являются, конечно, наличие синдрома хронической церечной недостаточности с низкой фракцией выброса левого желудочка, менее 40%, или у пациентов с острым коронавирусным синдромом. Других таких тяжелых противопоказаний для назначения пропофенона нет. Посмотрите, инъекция в нашей стране появилась примерно 2 года назад, инъекционная форма пропофенона. Какие имеет он преимущества при сравнении с внутривенным введением аммиадарона? Препарат очень быстро восстанавливает синусевритм, потому что среднее фактически время от момента введения лекарственного препарата до восстановления синусевритма составляет где-то 120 минут, то есть в течение 2 часов, как правило, пароксидная фибрилляция предсердия у этого пациента исчезает. Ну и, конечно, если пациент уже имел опыт приема нагрузочной дозы препарата самостоятельно, он может принимать амбулаторно, даже дома, даже в условиях самоизоляции, этот пропонон в нагрузочной дозе стаблетировано, если он уже такой опыт восстановления синусевритма у него был. И поэтому я считаю, что вот отсутствие фактически контакта с, ну, отсутствие необходимости госпитализации во время вот этой эпидемии коронавирусного эффекта, конечно, является очень хорошей альтернативой, поэтому прием перорального препарата, да, нагрузочной дозы препарата, вот так называемая стратегия таблетка в кармане, да, может проводиться амбулаторно самостоятельно пациентам даже в домашних условиях. Если мы восстановили синусевритм, какие дальше мы можем дать рекомендации этому пациенту для того, чтобы, в общем-то, не было повторов в этих пароксизмах, да? На сегодняшний день в России представлено, ну, основных, таких наиболее значимых, три, конечно, лекарственных препарата. Это препарат амиадарон третьего класса, препарат пропофенон первого С-класса и препарат сеталол, тоже третьего класса. Ну, если мы с вами будем говорить об их высокой эффективности, то, конечно, амиадарон является высокоэффективным антиаритмическим препаратом, но, к сожалению, длительное назначение амиадарона имеет свои противопоказания. Почему? Достаточно высокий тактический профиль препарата, и вот эта злополучная молекула йода, которая входит в состав молекулы амиадарона, к сожалению, дает и достаточно большое количество побочных эффектов, о которых мы с вами знаем прекрасно, да, которые, в общем-то, наблюдаются у наших пациентов при назначении этого лекарственного препарата в течение нескольких месяцев приема. Вот поэтому всегда, когда мы говорим о длительном приеме лекарственного препарата, мы должны помнить, что амиадарон должен назначаться только в тех случаях, когда другие антиаритмические препараты либо оказались неэффективны, либо у нашего пациента выявлена тяжелая хроническая сердечная недостаточно с низкой фракцией выброса, ну и здесь, конечно, альтернатива будет только амиадарон. В других случаях для удержания синусового ритма и достаточно длительного приема лекарственного препарата, конечно, мы с вами должны рекомендовать нашему пациенту принимать пропофенон, да, препарат пропонол. Для некоторых сочетаний вот противовирусной терапии до сих пор достаточно актуальной является оценка риска лекарственно ассоциированной удлинения интервала КУТ. И в 2013 году была предложена шкала ТИСДЛ, которая широко используется в медицинской практике до настоящего времени, которая на основании подсчета баллов позволяет нам судить о высоком или низком риске медикаментозной пролонгации интервала КУТ. Вот в настоящее время это действительно тоже достаточно широко использующаяся шкала при решении вопроса о назначении антиоритмической терапии, если пациент уже получает какую-то, ну вот, агрессивную двухкомпонентную противовирусную терапию, да. Какие факторы риска медикаментозной пролонгации интервала КУТ присутствуют? Возраст пациента старше 68 лет, женский пол, прием петлевых диуретиков, низкий калий плазмы крови, изначальное удлинение интервала КУТ более 450 миллисекунд, наличие у пациента острого инфаркта миокарда, прием уже двух препаратов, удлиняющих интервал КУТ, наличие сепсиса, сердечной недостаточности. И вот эти баллы суммируются, и в итоге у нас получается какая-то определенная цифра. Так вот, если при подсчете по шкале ТИСДЛ количество баллов у нас составляет менее 6, 6 или меньше, то мы с вами можем говорить о том, что такому пациенту мы можем назначать длительную антиоритмическую терапию, и это свидетельствует о низком риске медикаментозной пролонгации интервала КУТ. Если количество баллов составляет от 7 до 10, это средний риск. 11 баллов и более – это высокий риск медикаментозной пролонгации интервала КУТ. И в такой ситуации, конечно, назначение антиоритмической препараты нашему пациенту должно весьма хорошо обсуждаться. Скорее всего, будет уже ему противопоказано. Каковы принципы лечения желудочковых нарушений ритма и, прежде всего, конечно, желудочковой экстрасисталии? Достаточно широко применяется пульсурежающая терапия с использованием высокоэффективных бета-адреноблокаторов. И у пациентов с тяжелой органической патологией миокарда вот здесь, конечно, мы можем говорить тоже о применении препарата амиодорона. Конечно, мы с вами все знаем о том, что возникновение желудочковых нарушений ритма следует расценивать как потенциально жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма. Конечно, требует немедленной госпитализации этого пациента и, наверное, перевода в отделение реанимации. Уважаемые коллеги, я хотела бы в заключение привести буквально несколько результатов нашего наблюдения за опыты нашей клиники за последние полтора года. Мы наблюдаем наших пациентов, и их у нас уже очень много. И вот первое такое обобщение – это количество нарушений сердечного ритма у наших пациентов, которое было выявлено в нашей клинике во время вовлечения пациентов с острой коронавирусной инфекцией. Могу сказать, что пока мы включили в нашу работу научную чуть больше 1200 человек. Из них, посмотрите, 19% пациентов имели помимо коронавируса еще дополнительные сочетанные онкологические какие-то заболевания. Таких пациентов действительно много. 61% больных, которые были госпитализированы с тяжелым течением коронавирусной инфекции, это больные были с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это очень высокий процент. И только лишь 20% пациентов, они не имели какой-то сочетанной патологии. Какие нарушения сердечного ритма мы диагностировали наших пациентов? Посмотрите, из этого 1250 человек, 8,5% у них была диагностирована, впервые выявлена фибрилляция предсердия. Не было никогда эпизодов аритмии, пациенты вообще не слышали о фибрилляции предсердия. И вот в нашей клинике, то есть во время острого течения коронавирусной инфекции, впервые возник фибрилляция предсердия. 6% пациентов, у них также была диагностирована в момент госпитализации аритмия, но они имели в анамнезе приступы аритмии, и, к сожалению, на фоне острого течения коронавирусной инфекции у них этот пароксизм вновь возник, то есть рецидив этого пароксизма случился. У 5% пациентов мы впервые диагностировали желудочковую экстрасисталию. Мы проанализировали факторы риска, наиболее значимая для развития желудочковых аритмии, для развития фибрилляции предсердия, оказалось, основные три фактора имели статистическое достоверное значение. Ну, прежде всего, это низкая сатурация кислорода, менее 90%. Это 10-кратное увеличение цирреактивного белка, связывающегося о очень высоком воспалительном таком процессе. И, конечно, достаточно большое поражение объема легких, равное более 50% и более, тоже, к сожалению, является фактором высокого очень риска развития фибрилляции предсердия. Таким образом, более 60% госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией имеют сочетанную сердечно-сосудистую патологию. Очень высокий процент пациентов. У больных с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, независимыми преддикторами фибрилляции предсердия, были снижение сатурации кислорода на воздухе, менее 90% увеличение плазменных концентратов цирреактивного белка и значительное поражение легочной паранхимы. И в заключение, уважаемые коллеги, я хотела бы обратить ваше внимание на замечательный документ. Я считаю, что его, в общем-то, ну, можно как настольную книгу сейчас использовать. Это «Рекомендация по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией и в острой фазе, и при постковидном синдроме» под редакцией Павла Андреевича Воробьева. Очень хороший, очень большой научный труд. Вот, поэтому, ну, считаю за большую честь приглашение принять в нем участие. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я сразу хочу сказать, что у нас с вами совершенно разные больные, потому что амбулаторные больные, они другие. И у нас, например, фактор низкой сатурации мы вообще как бы не учитываем, потому что у нас почти нет таких больных. Так, вопросы, друзья? Вопросов я что-то не вижу пока. Ну, что еще я хотел бы сказать. Вы вот там про постуральную аритмию обмолвились. Значит, вот это довольно частая в амбулаторных условиях проблема. У нас, кстати говоря, что вот я фибрилляцию, так вот как-то, как проблему этих больных не вспомню. А вот такая синусовая аритмия, тяжелая, до 200 доходящая, она бывает сплошь и рядом. И мы тут используем препарат под названием Караксан. Да. С очень хорошим эффектом. Павел Андреевич, я тоже считаю, что это действительно один из таких препаратов выбора. И именно для постдуральной, артистатической, вот в постковидном синдроме, наверное, уже, понимаете, в острую фазу такого активного воспаления, я думаю, что больше вот фибрилляция предсердия, желудочковых нарушений. Нет, 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 я говорю, мы с вами о разных больных, потому что мы говорим про больных, которые вроде бы, ну, здоровые, да, ну, подумаешь, там голова у них болит. У них же нет ни одышки, ни сатурации снизенной, ничего. А тахикардия есть. Вот, и еще раз повторюсь, мы не видим никаких фибрилляций особенно. Вот сколько мы обсуждаем эту тему в постковидном синдроме, не видим. Хотя понятно, что в острой фазе они должны быть тяжелые больные. Конечно, они дадут, дадут аритмии, тут вопросов нет. Еще тоже такой вопрос, это вопрос миокардита. Вот кардиоцентр выступал у нас год назад с этим разговором, что они миокардиты не видели при остром тяжелом коронавирусе. Их там тоже красная зона, как вы знаете, была. И они что-то как-то не очень на миокардит грешили. Вы знаете, мы достаточно часто видим, даже у молодых пациентов, повышение тропонинового теста и увеличение креатинфосфокиназы. Вот, и даже проводится, вот при повышении, конечно, тропонинового теста, мониторинг мы делаем, вот, очень боимся всегда острого коронарного синдрома. К сожалению, в ряде случаев это бывает. А в ряде случаев просто повышает, можно это, наверное, сказать, не миокардит, а повреждение миокарда при вот остром течении коронавирусной инфекции. Обычно мы назначаем в такой ситуации либо ингибитор анкетозипрозащивающего фермента, либо сортаны. Вот, ну и фактически такие пациенты, они от нас уходят постепенно, постепенно, ну, восстанавливаясь. Вот, фракции выброса у некоторых может тоже снижаться, вот при острой фазе, в таком тяжелом течении. Вот, поэтому мы, ну, фактически вот такие случаи мы можем трактовать как миокардит. То есть тогда, когда мы видим именно лечение, приятен постепенно, и как раз нарушение сердечного ритма этих пациентов достаточно часто мы тоже выявляем. Понятно. Ну, надо с миокардитом разбираться, потому что он сейчас же еще стал притчевоизвиться при вот поствакцинальном коронаковид-подобном синдроме, да, значит, там резко возросло число миокардитов, причем удивительно, что среди мальчиков, не среди вообще всей популяции, а конкретно вот в возрасте, да еще и полу. Вот, что это такое, я абсолютно не понимаю, не знаю. Ну, это требует изучения. Вот, а при постковидном синдроме, ну, внешне мы, конечно, не делаем эхокардиографию, ну, мы вообще дистанционно работаем. Вот, поэтому, ну, опять же, все, что мы видим, больные многие приходят с эхокардиографией, никакого внешнего там повреждения миокарда такого вот выраженного нет. Но требуется прицельное исследование, понимаете, потому что когда человек просто приходит там, сделайте мне эхо, ну, сделаю тебе эхо, что там искать-то будут? Надо же говорить, что искать, да, нужна какая-то, так сказать, четкая, понятная схема поиска диагностического, а не просто сделать эхо. Вот. Ну, вот мы сейчас, как раз вчера обсуждали в Твери этот вопрос, и там кардиологи говорят, что они видят много изменений. Я даже воспроизвести вам не смогу, потому что я далек от эхокардиограммы, вот, но они там что-то видят. Поэтому вопрос о том, есть миокардит или нет, пока я бы так, если вначале я говорил, что вообще не бывает, ну, со слов кардиоцентра, то Полеев там, так сказать, божился, что они не видели вообще. То сейчас я как бы пока буду осторожен в отрицании наличия миокардита, потому что там могут быть самые разные изменения, мы не знаем, не понимаем, это аутоиммунные могут быть процессы, тромботические процессы, все это может, естественно, отображаться. Ну, и кроме того, не надо забывать, что могут быть нарушения, опять же, связанные с регуляцией, с метасимпатической системой кардиоваскулярной, да, которая сама по себе абсолютно не изучена, и как она себя ведет, понять невозможно. Вот, поэтому, так, значит, сейчас тут какие-то были вопросы в середине, да, я поэтому, не, ну, про мумиё мы это отложим, так, 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 возможно ли развить миокардит, но мы обсудили, да, с чем может быть связано снижение пульса в конце интенсивной нагрузки относительно здоровых лиц? Ну, я думаю, что, может быть, это просто компенсаторные какие-то изменения, изменения вегетативной регуляции только лишь, вот, и я думаю, что они не являются признаком какого-то тяжелого заболевания, не признаком какой-то технологии, поэтому думаю, что это просто... Ну, вот это вот как раз, может быть, на мельницу про то, что я сказал, что вот эта метасимпатическая система кардиоваскулярная, это именно вот какая-то регуляция, которую мы практически пока не знаем. Антитела к миокарду тоже повышаются? Ну, не знаю. Ну, вот, к сожалению, у нас нет возможности антитела к миокарду определять в нашей клинике, поэтому я просто не отвечу вам про антитела, а уважение, увеличение креацинфосфокиназа в полтора раза, в два раза мы видим, то есть достаточно высокие цифры креацинфосфокиназа. Тоже был вопрос, насколько... Я скажу честно, мы шарили специально по антителам, разговаривали с Насоновым, просили его тоже посмотреть, какие антитела, какие иммунные комплексы, что там вообще. Вот что-то про миокард как-то у меня не было тоже впечатления, что что-то известно про специфические антитела к миокарду. Думаешь, там нет этого? Ну, не аутоиммунный этот процесс, вот честное слово. Гипоксический, да, тромботический, да. А вот, чтобы это были специфические антитела, ну, тогда другая должна быть клиника, мы бы увидели ее, но ее не видим. Повреждение миокарда, вот то, что вы называете фермент, это повреждение, да, это же не процесс, так сказать, патогенетический. А повреждение может быть совершенно разных, с разных сторон. Так, при длительном приеме амидарона с ХСН могут ли бета-блокаторы уменьшать проритмогенные побочные действия амидарона? Вы знаете, уважаемый коллега, к сожалению, нет. Наоборот, я думаю, что назначение совместного бета-блокатора и амидарона должно сочетаться с уменьшением дозы и бета-блокаторов, и, может быть, даже с уменьшением дозы амидарона. Наоборот, их сочетание, к сожалению, может приводить к увеличению просто нарушений проводимости. Поэтому такое сочетание, оно не во благо, а может быть, иногда даже... Во сколько повышается КФК при миокардите, какие цифры, как их корректируют? Ну, цифры корректируют КФК, друзья, это как-то не очень. Мы же не лечим КФК. Ну, повышение бывает в полтора, в два раза. Вот, назначаем мы в основном препараты, которые блокируют ренино-ангетазин и альдостероновую систему. Поэтому вот ингибитор ангетазин, превращающий фермент, или сортаны. Ну, ладно, хорошо. Значит, я могу только добавить про понорм, что мы, когда писали первые рекомендации год назад, это был апрель 2020 года, то мы его вставили в наши рекомендации, исходя из того, что действительно фибрилляция растет, ну, частота фибрилляции, так сказать, нарушения ритма растет. Вот, далеко не все больные попадают в стационар, и это препарат выбора для домашнего лечения, для самолечения, ответственного самолечения. То, что мы сейчас очень пропагандируем, ответственное самолечение, когда человек сам принимает, поскольку препарат достаточно безопасный, если я правильно помню, да? Да. И, в общем-то, этим он отличается от всех остальных. Поэтому вот в первых рекомендациях точно мы это дело продвигали, и, так сказать, говорили об этом, что это действительно достаточно существенный, может быть, вклад в лечение ковидных больных. Вот. Как долго давать антикоагулянты при ковидной инфекции? Ну, это зависит, это острое или постковидное. Ну, сейчас давайте мы тогда чуть позже, потому что антикоагулянты, как бы, это не тема лечения аритмии, да? Они, как бы, являются обязательными базовыми препаратами при аритмии, но обсуждается, так сказать, другая немножко тема. Вот. Тогда давайте мы поблагодарим Аиду Эльгизировну за хороший доклад, за интересный. Для всех он, видимо, видите, вызвал много вопросов. Вот. И мы перейдем.